Здравствуйте, коллеги! ProDexpo 2021 снова на ваших экранах. У меня новые спикеры. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Красильников Владимир. Я являюсь руководителем проекта в компании Аграрной технологии будущего. Добрый день, меня зовут Лариса Марочкина. Я вице-президент компании МСАИВАЛЬ, которая является управляющей компанией для компании Аграрной технологии будущего, которая находится в Хабаровске. Замечательно. Расскажите немножечко о компании. Да, замечательный вопрос. Он связан с тем, что про нас мало кто знает, а тем не менее компания является старейшей в России, которая работает в коммерческом цикле, связанной с тем, что выращивает в закрытой контролируемой среде пряные травы и листовые салаты, ультра-качество, по большому счету премиальное качество, которое мы здесь получаем исключительно благодаря нашей технологии и оборудованию. Оборудование было куплено 5 лет назад у японской компании, а вся технология полностью доработана и адаптирована к российским реалиям вот последние наши 4 года. На сегодняшний день мы загрузили фактически на 100% наше производство и каждый день жители Дальнего Востока получают более 500 килограмм превосходной зелени. Замечательно. А расскажите, в чем особенность выращивания этой зелени? Насколько я знаю, это не совсем обычная технология. Технология действительно необычная. Это сегодня новейший тренд, связанный с умным сельским хозяйством и в первую очередь так называемый вертикал фарм или урван фарм, то есть непосредственно фермы или заводу по выращиванию располагается прямо в городах. Цель простая – получить для граждан максимально свежий продукт, просто ультрафреш. Идея наша на сегодняшний день связана конкретно с моим проектом – это размещение самих производств прямо на распределительных складах или складогностических комплексов продуктовых сетей, чтобы после того, как собрали урожай, буквально через 2-3 часа сеть могла бы развести и поставить товары на полки. Эта технология связана с тем, что она полностью исключает применение ГМО, пестицидов в любую химическую обработку. То есть мы используем только лучшие семена, которые есть в мире. Мы используем полностью закрытую среду, в которой выращиваются растения. Что это означает? Представьте себе хирургическое помещение, в которое вообще не попадает ни пыль, ни насекомые, ни кто-либо еще. В ней мы полностью контролируем температуру, воду, содержание углекислого газа, питательные вещества и освещаем исключительно LED-светильниками, то есть искусственное освещение. Тем самым это нам позволяет полностью исключить влияние среды, негативные различные климатические особенности, а также позволяет выращивать зелень в любом месте регионов, в любом месте на земле, где это раньше вообще было бы недопустимо. Замечательно. Это технология будущего, которая позволяет выращивать абсолютно все, абсолютно везде. Расскажите, в чем растут культуры? Это земля, это какой-то гидрогель? Салаты, которые мы выращиваем, а на самом деле на сегодняшний день уже есть технологии выращивания клубники, перца, помидор и огурцов. Его даже недавно совсем разработали технологии выращивания картофеля. Однако, да, на салатах пока это проще всего отработать. Особенностью технологии является то, что мы, в отличие даже от производителей крупнейших тепличных комплексов, не используем ни субтраты, ни горшочки пластиковые, ничего. Непосредственно салат помещается в питательный раствор, корни его прямо опускаются в питательный раствор, точная дозировка которого компонентов как раз управляется искусственным интеллектом. То есть, по сути, это симбиоз агротехнологий, это симбиоз инженерии и передовых научных разработок, связанных с питанием растений и их ростом. Основное качество продукции даже на сегодняшний день как раз добивается благодаря использованию вот этих фитосветильников, используя фотонное облучение, потоки, которые получают от светильников. Мы управляем не только ростом, но и весом, и качеством, и вкусом, и добавляем дополнительную нутрицитическую ценность, и органолептическую нашим продуктам. На этом интервью могло бы быть закончиться. Я бы сказал, какая фантастическая, интересная картина, которую вы нарисовали. Надеюсь, в ближайшем будущем она полюбится абсолютно всем. Но я вижу сразу огромное количество наград. И, насколько я знаю, это не все награды кубков, гораздо больше звезд, гораздо больше. Очень хочется узнать, как и насколько вас отметили сегодня на нашей выставке. Да, скажу, что мы действительно получили большой отклик, да, и признание тех, кто оценивал наш продукт. Соответственно, это комиссия, да, но самые лучшие оценщики – это потребители. И вот на Дальнем Востоке нас оценивают очень высоко, и все сети, рестораторы понимают, что продукт дорогой, но очень вкусный, он желанный. Владимир говорил о том, что мы выращиваем разные культуры, самые популярные, самые лучшие культуры для нас – это фрелиз, это официон. И сегодня мы как раз за эти культуры получили высшие награды, высшие баллы. У нас самая шикарная рукола, которую никто никогда в жизни не ел. Ну, то есть, как только вы попробуете, вы откажетесь от всего остального, вот поверьте мне. И вот эти награды, они связаны с тем, что действительно качество шикарное, технология инновационная, продукт великолепный, он отличается очень сильно от другого. Это действительно технология будущего, которая создает бренд, создает еду будущую. И вот Владимир вчера участвовал в панельной дискуссии, был спикером еда будущего, и мы также получили большой отклик, подходили, спрашивали у нас, что это за волшебная машина, которая работает и получает такой продукт. И сегодня все награды наши. Мы получили гран-при, это высшая награда. Вот мы получили, получили также дополнительные золотые медали. Золотые медали за инновационное производство. И еще я хотел дополнить за медали и за вклад, точнее, за продукты, которые связаны с импортным замещением. Порядка 48 миллиардов сегодня денег тратится на то, чтобы привезти свежую зелень из рубежа. Да, мы, конечно, не в таких масштабах, но это первые шаги, когда мы можем полностью заменить свежими салатами, свежими продуктами, действительно премиального качества, не покупая их за рубежом. Я еще хочу кое-что сказать. У нас производство сейчас полностью загружено. То есть Дальний Восток, Владивосток, Хабаровск, Камчатка, да, все получают продукцию. Но мы нацелены масштабировать бизнес. И мы сейчас встречаемся с фондами, которые готовы инвестировать в эту технологию. Мы встречаемся с сетями, которые очень заинтересованы. Подписали все контракты, и у нас есть желание сюда привезти продукт. У нас есть локальные поставки, минимальные. Это эко-маркет, который нас поверил с World Food. Вот мы начали привозить продукцию. Утконос, Озон заинтересовался, к нам приезжал Спарна. Наше производство все восхищены. И мы, конечно, ожидаем инвестицию, которая позволит нам масштабировать бизнес. И делать то самое умное городское сельское хозяйство, которое будет оснабжать самой свежей зеленью людей, которые заинтересованы в здоровом продукте. Вот он здоровый. Ну вот так. Здорово. И я лишь хочу отметить, что у нас до сих пор люди очень ждут какой-то локального продукта. Из какого-то локального места получается. Какой-то марокканский, мандарин и что-то еще. Но получается, что ваша технология скоро позволит нам у себя дома в соседнем каком-то корпусе выращивать абсолютно в контролируемой среде абсолютно контролируемые вкусные продукты, которые будут именно такими, какие вы захотите. Получается, это может быть и засушливое что-то, это может быть и сильно влажное что-то. Получается, вы с помощью искусственного интеллекта можете снабдить людей продуктами такими, каких они ждут. Да, именно вы прямо попали в точку, потому что главный принцип вертикального выращивания и умного городского именно сельского хозяйства заключается в гиперлокализации. То есть конкретно вот прямо в городе, в черте там условно говоря Домкада будет расположено такое производство. Да, именно местное. Спасибо вам большое. Удачи даже не в начинаниях, а в продолжаниях вашего дела. Спасибо огромное. И надеюсь, в следующем году вы тоже заберете все награды нашей выставки. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам, Саид Рио. Спасибо.